Боец готов? Боец готов! Время! Бой! Победу единогласным решением Сури одержал боец из красного угла. Настоящий боец Мэй Мэй в первую очередь, наверное, должен обладать дисциплиной, не талант, а именно дисциплиной и трудолюбия. Ты к каждому бою готовишься, и каждый бой у тебя занимает кучу времени и кучу сил. Состояние-то легко выглядит, а по сути внутри оно легко выглядит, потому что когда вес гоняешь, сложно бывает. Сидеть вообще не можешь, да? Да. И еще голова, кроме общаясь, на Киеве боли иногда бывает. Когда ты сгонишь больше 10 килограмм, ты понятно будешь, что у тебя состояние самое нехорошее, наверное, в мире. Часто бывает, что тяжелее, чем сам поединок, согнать вес. Полтора килограмма. Топ жиробасов на этом проекте. Павел Ардышев. Мой инстаграм. Вот, короче, каждый день веду дневник снижения веса. Работаю со врачом. Мы с ним построили план. Исследуем ему. Мой инстаграм. 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 Так, ну что, всем здравствуйте, ребятушки. Сегодня я вас помучаю. Светлана Андреева, эскитек, яркая женщина-тренер. Единственная, наверное, в Москве. Короче, женщина шарит, разбирается в своем деле. Такая баба-огонь. Привет, Кисла. Я Свету как тренера очень уважаю. Все, направо, бегом марш. Она такая требовательная, такая на характере, технически она грамотно все объясняет. Шаг-удар одновременно, ребят. Вы же не шагаете, а потом бьете. Так же не бывает? Хотя бывает. У дилетантов бывает. Ребят, давайте просыпаемся, просыпаемся уже. Разбиваем. Достаем, 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 достаем пяточками. А вы что не присоединяетесь? У вас сегодня как? Выходной, да, ребят? Там у нас травма. Травма? Ну, понятно. Все равно как-то этот... Для меня более комфортно с мужчиной работать. Обоюдная работа, обоюдная. Мы никого не ждем. Мы работаем сами. Каждый сам за себя, да. В тянуши, не летай, фантазируешь. Зачем тебе там? У тебя сейчас здесь тренировка. Ну, меня отвлекало то, что, да, соперник мой не тренировался, смотрел. Не знаю, за мной он смотрел или нет. Все равно это как-то... Я к этому не особо передаю значение, но просто отвлекает. Просто не хочешь показывать какие-то свои вещи, которые ты там собираешься делать в бою. Я у Влада и напрямую спросил, тебе некомфортно, что я здесь присутствую? Ну, ничего не увидишь в последние три дня, там, ничего там не изменишь уже, там, ничего не наработаешь. Пошел, пошел, быстрее, быстрее, быстрее. Бегом на ночь, как не пешком, ребят. Вы же не пенсионеры, бегом. Ну, быстрее добавь газ, господи. Ну, как у тебя надо боксировать, друг мой, дорогой, если ты, блин, ну... Она что-то орет, на тебя ругается, ты такой... А, что-то знакомая, моя соседка похожа с Дагестаном на мою. Или нет, или вот такие, короче, мысли разные, короче. Ну что, ребят? Настроение, я смотрю, у вас прям такое. Да разгоняйте себя, елки зеленые. Ну, вы же для чего сюда пришли? За хайпом, за тем, чтобы выиграть, победить. Ну, вы должны идеально выглядеть. Клея, а не вот так вот выходить, аж, я не знаю, скучно на вас смотреть. Не должно это побыть? Это ваша работа. На данный момент это ваша работа. И вы должны прям вот гореть. А вы как потухшие, не знаю. Я не спорю, но у вас каждый день, у вас тут фейерверки, вам каждый день развлекуха, у вас каждый день тренера разные и что-то новое вам показывают, понимаешь? Я когда приезжаю на мастер-классы, вот на периферии, вот так, потому что они слышат что-то новое, а вы каждую тренировку что-то новое слышите, и вы уже просто заживались. Если вы хотите действительно достичь чего-то больше, а не быть основной серой массой, вы либо делаете, либо идите нахрен тогда отсюда. Это никак не задело меня, потому что это, ну, только глупый не поймет то, что она хочет, чтобы ты лучше стал. Это уже, это тренер, это ни мужской, ни женский пол. Я вот так хочу сказать. Мы работаем или нет? Давайте выполняем работу. Не надо мне тут одолжение делать. Отлично. Да, Света молодец, на самом деле. Оп, пошло время. Шагаем, шагаем, шагаем. Еще быстрее! Пять секунд! Раз, два, три, четыре, пять! Вот время! Была очень хорошая тренировка на скорость, на точность, на движение. Тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем! Пять секунд! Раз, два, три, четыре, пять! Вот время! Давайте я вас поменяю. Вы прямо, знаете, идеально два брата-акробата, близнецы. Одному нахрен ничего не нужно, а второму. Чего тогда здесь делаете, не понимаю. Так, и ты туда. Ну, блин, он это отделит постоянно, что-то делает, и в итоге встреваю я из-за него. Еще быстрее! Пять секунд! Раз, два, три, четыре, пять! Оп, пять, сейчас упали, отжались на скорость. Быстро! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Быстро, 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 быстро! Ой, молодец! Вот так! Держать, 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 держать! Ты даже оторваться от него не можешь! Оторвись от него! Оторвись! Еще оторвись! Вот! Вот, другая работа! Молодец! Тренер должен мотивировать тебя своей харизмой и силой, которая у него внутри. Вот она это делает умело. Ну, необычное было, и я никогда не работал с этими листиками, бумажкой. Быстро забить вот это было, да, что-то новое. Задача попасть! Пошел! Еще! Да, прям четко в лоб, вот прям постарайся попасть! Еще! Оп! Да, отлично! Ребят, восье атаки, да! Кулачок куда возвращается? К подбородочку! Вот и возвращайся в бороде! Пошел! Вот, ты куда? Где у тебя борода на бедре, что ли, в это положится? Оп! И сразу четко в голове! С бумажкой мне понравилось. Блин, правда, все время, когда ислам бил, я думал, что он по-любому мне зарядит. Сейчас промахнется. Я просто не раз видел тренировки, где там вырубают того, кто там либо лапы держит, либо я вот так вот ему где-то там в стороне держу. Ну, я помнил, что надо поднимать локоть. Вот. И еще всегда боялся попасть по нему, попасть по тренеру, это все, попасть в гроб. Да, ну, да. Ну, смотри, что у вас левшой, да, правильно, уходишь за его переднюю ногу, но отсюда прямо накидывай ему бэм-бэм через руку. Ну, ты должен движение не в сторону делать, за ногу, но к нему. Как ты сократишь дистанцию? Пошел! В конце дала упражнение ловить перчатку, из рук выбрасываешь перчатку, а второй человек ее ловит. Почти. Почти поймал. Покойно. Сосредоточься. Что дальше не придешь? Почти. Тоже прикольно, достаточно упражнений, нужно будет его запомнить. На внимательность, на реакцию, на скорость. На живот перевернулись, легли с звездой, его еще пока нет, ну, некоторые из вас, да, а многие еще нет. Не будьте овощами. Да? Все. На этом спасибо. В принципе, Светлана хороший человек, мне она очень понравилась тоже. Ну, правильные вещи говорит. Такое вот в лицах считалось у них апатетическое настроение, если честно говоря. Поэтому я их попыталась максимально расширить, но вроде к концу тренировочки настроение немножко, даже вот на вот этой весогонке, я понимаю, что это плюс, но немножко как бы подняли темп настроения. Кто как себя настраивает, конечно, но в этом и заключается качество бойцов, которые рвут, пинают, толкают локтями и идут к своей цели. Для тех, кто гоняет вес, это было испытание, потому что реально красиво, вкусно, вот, всем хотелось попробовать, но не все могли себе позволить. Блин, какого хрена. Размяться. Всякое может сейчас случиться, бацан. Я вас по телевизору видел. Здрасте. О, класс. Я не ожидал даже, ну, что даже бацан к нам приедет, но он приехал. Ну, его все знают, я слышал его треки в школьные годы. Трек, моя игра у него была, ты, короче, вот, очень любил слушать эту песню. В свое время слушал очень много его музыки, мне там было там где-то 30, там 32, то есть, ну, я как бы слушал рэп постоянно в машине, и мне нравился именно Баста и с ней, и мне очень приятно было увидеть его вживую, с ним познакомиться. Присядешь, Вася? Да я постою, я насиделся вообще отлично. В том смысле, что я сидел просто уставил. Отбывал. Он когда разговаривать начинает, блин, такой же мужик оказывается, не тот такой, не рэпом разговаривает, а, ну, вот, такой простой. Ну, че, какая первая композиция? Вы, ты должен спеть же первую. Медлячок, чтобы ты заплакал. Хорошо, хорошо, пальцы бегают. Ты борец, нет? Нет. Кто? Боец. Нет, ну, че, какие у тебя опции какие? Капуэйро. Да, да, Капуэйро. Капуэйро? Да. Таэквондо. Капуэйро, Таэквондо, Ушу Саньда. У нас завязался разговор, вроде как какие-то шуточки. Ну, общая база, с чего ты собран? С пауэрлифтинга. Пауэрлифтинг? Не, ну, правда. Он фитнес-тренер, если че. Не, я вижу, по юмору точно фитнес-тренер. Я, ну, правда, ты просто тренер, да? Ну, в детстве занимался Вавинам Гетва-дау. Чем? Восточное единоборство. Ну, чем? Типа Вавинам Гетва-дау, такая, типа, штука. Это, типа, чего? Типа Вейчун или чего? Что это? Нет, это конкретно Вавинам Гетва-дау. Ну, это Китай, Япония. Ты не выездишь, скажи просто. Ну, что, карате, что это? Типа, да. Японская это или китайская? Вьетнамская. А, вьетнамская. Загналки. Короче, ты сделал все, чтобы тебя проверить никто не смог. Я понимаю, ведь, какой бы звездой человек ни был, он в непривычной для себя обстановке, среди 16 крепких ребят. Я подумал, что я сейчас помогу разбавить беседу как-то. Все на гонке, да? Спим, едим, тренируем. Да, начинается потихоньку. Ну, а сколько самому большому, сколько согнать надо? Тренер, да? И сколько тебе надо потерять? Осталось килограмма 4-5. Уже ерунда. Ну, а рецепт какой у тебя? Мой рецепт. Зарабатываешь бабки, платишь доктору, и он за тебя все решает. Ты по его плану работаешь, ни о чем не паришься. И чувствуешь себя хорошо. Понятно. Самый остроумный человек, да? Мне показалось, что Паша, ну, как-то это за делом, возможно. Ну, не понравилось ему. Я не планировал троллить. Ну, а Баста решил защищаться от такой. А с кем ты будешь биться? Вась, Вась, тебе Ислама нужно настроить. Он просто будет его бить. Вот, Ислама будет бить его в первом бою. Классику. Я, кстати, тоже с Ростова. И очень хорошо узнал человека, с которым ты тренировался. Мой близкий очень был парень, да. Поэтому очень приятно тебя вот так познакомить. Сейчас мы за свою перекупку, перекупку, конечно. Да-да, сейчас мы на свое перекупку перетрем, да. То есть, когда ростовские встречаются, тьма надвигается, такая, б***ь, неприятно все звучит. Вчера за Владикавказ целый вечер качали, сегодня за Ростов. Владикавказ – бомба город вообще. Я там первый раз выступал, я там придумал одну из своих. Я у тебя был там? Насос это придумали во Владикавказе. Да? Жора, где ты был? Да, он пошел за продуктами. Владикавказ далеко магазин. Тогда были, сколько, 11 лет назад. За продуктами пошел или как в песне? За продуктами стоит. В песне ж по-другому, б***ь. Песни, понятно, что песни, ты думаешь, что это, лепестками алых роз кто-то выстилает? Что это, сон, как в песне? Короче, ты в темах вообще не был, как я понял. В каких темах? Ну вот, что в песне? В которых ты был? В которых ты был, б***ь? Или в каких? Или ты хотел проверить, в каких я был? Нет, нет, вот то, что ты читал. Ну, не бог тебе, в таком шикарном доме проводишь время, ты что? Ништяк. Я врал все, ты что, где камера? Я врал все, это все было придумано. Вдруг ты изменился, правильно? Я из-за тебя кайфовать начал, а ты... О-о-о-о-о. Харнет, кайфовать ты из-за себя начал. Нет, ты сейчас здесь. А ты такой прям, да, это боец точно, нет? Такая нюня прям, я из-за тебя. Ну, он прикольнулся, но этот прикол не понял. По-серьезки воспринял? Ну, конечно, прикол. Я же не дурак. Я же, меня никто не заставит, я себя сам не хочу. И тем более, я не кайфую. Расскажи, пожалуйста, твою историю становления, как артиста, вот как ты в Ростове начинал, какую поддержку давал вообще, как у тебя вот это все пошло, как ты вообще пришел к тому, что ты начал рэп читать. Надо будет в следующий раз, если кого-то еще к нам пригласят, мы только сядем, и я сразу, как вы даже добились своей цели? Ислам такой, хм, это я хотел спросить. В 97-м году, сам знаешь, какое время было хорошее. Писал и писал музыку. Люди хорошие, старшие братья, братья просто были, кто помогали, друзья. А как у всех здесь? Ничего особо, моя история, она ничем не отличается. Тебе кто помогал? Я сам себе помогал. А-а-а-а, какой молодец. А мешал ты, короче, мешал ты. Ну, Сармат наш гангстер осетинский. Он тоже начал, я иногда не понимаю, что он говорит, но просто смеюсь, и на свою жизнь. Сармат красава, хорошо отвечает. Молодец. Расслаблен. Я молчал всю дорогу, я пожалел, честно сказать. Да. Ты дерзюще, конечно. Не будем уже об этой теме. Конечно, конечно. Да нет, нормально он, Вася, пацан. Да я... Честно. Да там, я наприколен. Просто чуть вначале не зашло. Что ты людей подкидываешь? Ты, короче, сам не наваливаешь, а то, что я говорю... Смотри, я еще не наваливаю, я так под дверь подкидываю еще. Куда наваливаешь? Ты что еще? Это еще наваливаешь. Если б я мешал, у тебя в них реально не получилось, поверь мне на слово. Это я тебе помогал так, поэтому ты здесь. Это же была моя хитрая игра сложным путем привести тебя туда, где ты должен был быть и встретить меня. Понял? Это была моя игра. Спасибо за все, Вася. Тебе, брат, спасибо. Только не волнуйся, пожалуйста. Руки вспотели от страха, блядет. Рэперы, эти гангстеры, уличные, мамкины. Ну, для меня это не серьезно. Это детский сад, на мой взгляд, да. То есть, ну, человек приехал, который в жизни добился серьезных результатов, да. Многие жизненные испытания прошел, да. А тут сидят молодые пацаны, которые что-то там пытаются на фоне этого. Уже и тыкают уже, и мыкают уже. А бои нравятся хоккей тебе, Вася? Ну, ты больше фанат бокса, да? Да. Я фанат бокса. Либо сумасшедших драк просто на улице. Ну, бокс, кто нравится тебе? А сам часто тренируешься? Каждый день тренируешься? Я хочу, чтобы мои дочки, когда вырастут, да, чтобы я не был рухлядью, понял? Чтобы они видели меня во мне, ну, сильного человека. Баста позитивный такой дядька большой. Реально очень большой. Я думал, как ты он чуть поменьше. Тоже занимает спортом. Молодец. Ребят, а теперь пора покушать, пойди. Мы долгое оттуда ждали. А мы где видели лицо? Да у нас друзей много с тобой. Да? Круто. Знакомых. Знакомое лицо. Будапеште на футболе, мы в самолете летели с тобой. Круто, круто. Ну, мы с Васей пересекались несколько раз. У нас очень много общих знакомых, много интересов общих. Футбол, спорт. Что ты все равно не смотришь? Слушай, ну, я же постоянно тренируюсь, выступаю, поэтому попробовать почему нет. Ты все из околов футбола уволился, да? Да нет, слушай, меня же, знаете, прессовали перед 2018 году из-за этого чемпионата мира. Когда в России был в 2018 году чемпионат по футболу, ну, как бы у меня были очень большие проблемы с МВД, как бы, из-за, ну, из-за околов футбола, из-за драку около футбольных. То есть меня, как бы, чуть-чуть, еще чуть-чуть меня могли, как бы, в тюрьму посадить. Я думал, поменьше ты, если честно. Думал, поменьше ты, Вася. Думал, поменьше. Реально большую. Мы все так говорят, б***ь. Пахать надо. Чуть, наверное, не пашешь, сразу вес набираешь, да? Да. А даже не в пахоте, в еде, боже. Ты поэтому ресторанчик себе и приоткрыл, да, чтобы... Да. Приготовил его шеф-повар мясо, нам накормил, нас пообщались, прикольно. Ну, честно говоря, не в тему. Потому что многие ребята, как бы, гоняют вес, вся работа проделанная до этого по гонке веса, она просто могла сойти на ноль. Кому в стейке, кому говядина, кому хлеб. Мне говядина. Всего по одному. Всего по одному. Да, я вес не гоняю, поэтому мне повезло, что я там очень сильно наелся. Я вот где-то порции три, наверное, вернул. Вкусно, опять же, мы не пробуем. Очень вкусно. Мясо ништяк же. Я вообще мясо редко ем, но сегодня прям не нурел. Не отказываться было. Я бы, на самом деле, покушал, если бы у нас не было других вариантов. Поэтому мне захотелось поступить так. Проще ли иногда втащить, чем решить конфликт? Да, проще. Но какова будет моя репутация? Идти устраивать срач. На провокации отвечать провокациями. Ну, для меня это было бы поражение. А то, что я отстранился и, типа, сказал, х**, он мне, я ушел. Х**, я всю жизнь хотел научиться этому. И вот мне 27 лет, и я научился. Утомил я вас, короче, да? Ну, что, пацаны, поеду я там? Прям такой свой в доску парень. Он же тоже, ну, звезду не ловил, там, нигде в небесах не летал. Посидели, пообщались, очень мило по-свойски. Очень приятно, что он такой вот добрый. Очень добрый. Спасибо большое. Слёпаться. Мне всё понравилось. Жаль только, что ничего не исполнил нам. Ну, а так круто побеседовали. Ай-ай! О-о! Сармат Гучмазов. Против Ислама Каримова. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть же ещё ребята, которые ещё без пары. Вот, Паша есть. А кроме Павла-то больше никого и нету. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы предлагаете Ислама с Павлом? АПЛОДИСМЕНТЫ Я предлагаю Ислама не с Арматовым. Ну, кто бы ни был. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может, это какие-то важные моменты. Как бы я ни в коем случае его за это не осуждаю. Как бы, ну, пусть настраивается. Это же его дело. Я сюда приехал для того, чтобы показать зрителям, людям, какие могут быть бойцы. Я думаю, что таких, как я, очень немного. И я хочу доказать, что вы можете быть бойцом, но при этом достаточно воспитанным, интеллигентным человеком и образованным. Это я типа такой. Закончил я бакалавр конфликтологии. Я медиатор сертифицированный. Парень большой. Реально самый большой из всех здесь присутствующих. И это, и той команды. Поэтому, в принципе, ты знаешь, что делать. Сближаться, находить свой момент именно ближе возраст к сетке. Самое главное – зайти на свою дистанцию. То есть попытаться туда, туда, туда к нему ближе поджимать. Больше заставлять промахиваться. Меньше пропускать по себе. Мы с Сашей Сидориным, он свою точку зрения высказал, как я должен как бы драться с Пашей. Я как бы уже для себя уже выстроил тоже определенный план тоже, как я буду с ним драться. Я понимаю преимущества Паши, я понимаю его минусы. Отночный кто-то подготавливает? Я с ним работал в парах. Поэтому, на мой взгляд, здесь все в этом бою в большей степени решит, как он сгонит вес и как он психологически подойдет к бою. Три секунды. Авторская методика Ислама Гаримова. Тренируемся с пацанами. Эта вся методика, она выстроена из опыта. Я ни у кого там чего-то не взял, не скопировал. То есть я через это все прошел. Стоп, время. Все, отменяем все, дальше самостоятельно. Я знаю, для чего это, это, это. Я знаю, как можно к этому подвести, какими упражнениями, какими нагрузками. Ну ладно, давай, послушаем. Сейчас говорит Ислам. Вот так укутался. Зажал себя в удушку. Включил мини-баню. 90 градусов греет твое тело. Короче, я посидел 20 минут, потом минут 13, и килошечка уже ушла. Я такой тип спортсменов, как бы, знаю. Это знаете, когда в зале звери, а потом на соревнованиях выходят и показать ничего не могут. Уверенные в себе, горячие парни, которые дают воле своим эмоциям. Поэтому я как тренер могу сказать, что эмоции – это первый враг для спортсмена. 72,850 официальный вес Павла Ардышева. Не, ну, как бы, молодец, что он согнал, как бы, вес. И его оппонент – Ислам Каримов. Шорт-то, ну, что? 73,700 официальный вес Ислама Каримова. У Ислама будет час, чтобы сделать вес. Удивился, почему так. Я вроде как бы ничего не ел, ничего не пил. И получается, что больше… Ну, возможно, это из-за того, что я шорты, может быть, одел. Я думал, в весе. Ну, ходил, пил чай, пил кофе. Не знаю, ел все время. И почувствовал, когда что я разогрелся, что начал потеть, я просил в уголовчик и просто потел. 72,950 официальный вес Ислама Каримова. Если он не делает вес сразу, ну, для меня это что-то, да, означает. Зачастую бойцы, которые не делают вес, статистически они проигрывают чаще. Исламу, наверное, эта победа нужна сильнее и больше, чем Паше. Паше молодой, амбициозный. Ислам у нас ветеран спорта. Хотелось бы, конечно, чтобы у него все получилось. Но я не думаю, что будет легко Исламу. Не в обиду Исламу, буду болеть за паху, так как с пахой мы за короткое время подружились там. Главное, чтобы нас потом не свелись. А то он здоровый. Придется нормально попутить. Ну, тут, знаете, как молодость против опыта. Колоссальный опыт. За плечами провел свой первый бой аж в 99-м году. Тут некоторым парням, там, не знаю, столько лет, сколько Ислам уже дерется. Поэтому, ну, это был бы непростой соперник для всех парней. Я так скажу. Манатки собраны. Погнали. Это уникальный бойцовский лагерь, в котором каждый может сделать себя чемпионом. Пора определить победителей, которые пройдут в следующий этап. Пришло время боев на Fight Camp Reality. Моя тактика заключается в том, чтобы заставить бояться своего соперника. Если я вижу, что человек напротив меня в клетке испытывает страх, сомнение, вот это для меня самое главное. Ислам Каримов. Ну, честно говоря, я когда иду в клетку, я как бы от этого процесса вообще кайфую. Да, ты вот идешь, как бы весь, все внимание на тебе. Когда меня не расстанет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сан-сан-сан-сан. И его оппонент Павел Ардышев. Бойцы, на середину! Господа, вы профессионалы. Правила знаем, не нарушаем. Бой начнется и закончится по моей команде. По затылку, по позвоночнику не работаем. Пожали руки. Окей, разошлись по углам. Регистрируйся на Винлайн с промокодом КЭМП и получи 2000 рублей на первую ставку. Сделай свою первую ставку бесплатно и наслаждайся игрой. Сегодня для вас этот турнир работает. Роман Сафронов и Алексей Махно. Ну что ж, Ислам Каримов и Павел Ардышев. Ислам Каримов многоопытный спортсмен. Глаза на лоб лезут, когда смотришь, когда случился его первый поединок. В 2000 году впервые дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах. И еще одна интересная деталь. Тренирует и секундирует сегодня Павел Ардышев, ученик Ислама Каримова. Вот такие сегодня перипетии складываются вокруг этого поединка. Ты знаешь, очень любопытно, что пять побед в активе Павла одержаны приемами. Но Ислам... Сразу резко начали со старта. У Ислама также семь побед приемами, поэтому, может быть, мы увидим и грэпплерское противостояние. Хайкик слева бросает Ислам Каримов. Начинает работать активно левой ногой в правосторонней стойке. Меняет, кстати, стойки постоянно Павел Ардышев. Поджимает неплохой джеб. Хороший джеб. Вновь хайкик. Очень заряженными выглядят, кстати, спортсмены. Скорее всего, наверное, сказывается некоторым образом давление. Это первый поединок. И вот здесь опять поджимает, кстати, уже Ислам Каримов. Кажется, немножечко Ислам более эмоционален. Может быть, все-таки долгий простой. Хоть он и вернулся в этом году, но там всего 47 секунд прошел поединок. Поэтому, скажем так, полноценно не получилось, я думаю, в национальном плане вернуться. Потому что до этого последний поединок его был в 2011 году. Но очень хорошая связка. И продолжает Ардышев работать. Очень удачно. Рука, нога. Я тебе скажу, что Павел здорово пользуется антропометрическими данными своими. Он повыше Ислама. Держит на этой передней руке. Меняет стойку. И пока что у него все получается. Ислам уже несколько раз пробовал левый хайкик. Но рука строго у Павла на месте. Подотпустил, кстати, руки пониже Ислам Каримов. И здесь опять внутренний ло очень неплохой. Чуть увереннее как будто стал действовать. Более дерганым стал этот поединок. И постоянно угрожает джебом Павел Ардышев. Чуть провоцирует его Ислам. Комментирует его действия. Хорошая вертушка. Но рука была на месте у Ислама Каримова. И опять связка. Опять, видишь, очередной джеб. Очередной джеб доходит. И он приносит определенные неудобства Исламу. Вновь под ближнюю ногу работает Ислам Каримов. Для того, чтобы... В углу Ислама Александр Сидорин, он очень правильно говорит Исламу нужно поддавливать. Потому что он пониже ростом. Нужно навязать среднюю и ближнюю дистанцию. Потому что на длинной дистанции Павел чувствует себя достаточно комфортно. И пока что он контролирует ход поединка. Ну и вертушки, конечно, постоянно крутят. Ой, тяжелое попадание. Есть апперкот, есть добивание. Начинает работать по корпусу Павел Ардышев. Еще в голову. Открыто, открыто, сирий. Вновь по корпусу начинает добивать. До последнего держится Ислам Каримов. Очень тяжелое добивание. Очень тяжелое. Спасется ли из этого положения многоопытный тренер, который ныне стал спортсменом? Садится, по-моему, уже в фуллмаунт, кстати. Павел Ардышев в чудовищной ситуации. Локти подключает. Учитывая то, что пять побед в активе Павла одержаны приемами. Сейчас для него очень выгодная позиция. Видим, что пытается выйти, растянуть и выйти на удушающий. Очень большой урон принимает Ислам. Я думаю, что если так продолжится еще несколько секунд, то судья будет вынужден мешаться. Да, ну поднимается вроде бы Каримов. Не находится в статичном положении, вот так перекрываясь в глухой защите. Хотя постоянно, конечно, летят туда удары и продолжает еще жестче добивать из этого положения Ардышев. Вот как никогда мы сейчас близко, по-моему, к остановке. Продолжает рейп. И поднимается Каримов. Какой воин. Очень, очень большой урон он принял на себя, конечно. Это характер. Это старая школа. Видно, что он еще не пришел в себя, чуть пошатываясь. Очень тяжело восстановиться после такого количества пропущенных ударов. Однако, как здорово он работает по голове. Вот здесь колено не долетело у Ардышева. Нельзя застаиваться, правильно абсолютно говорить. Да, нужно подвигаться. Знаешь, если сленгово выражаться, можно немножечко повелосипедить. Но я еще раз повторюсь, что такой урон был принят. Ноги сейчас ватные. Очень тяжело себя заставить не то, что бить, а просто хотя бы подвигаться. Это очень тяжело. Через защиту и просто в чистую уже попадает Павел Ардышев, оказывается прижатым к сетке Ислам Каримов. Продолжает наносить ему урон Ардышев и просто одного удара, по-моему, не хватает. Да, не хватает такой точки со стороны Павла, потому что он с дистанции очень здорово разбивает. Я не знаю, что заставляет Ислама стоять на ногах после такого урона, который он принял на себя. Подвымахался, видно, Павел Ардышев уже понимает, что очень много ударов донесено, но нет того самого финального, который бы поставил точку. И вот здесь вроде бы опять точно попадает Павел. Просто встал вот так с этим оверхендом. Угрожает постоянно Ислам Каримов. Знаешь, что очень любопытно, что даже в таком состоянии я представляю, что сейчас у Ислама в голове, и он слышит свой угол, он слышит Александра Сидорина, который подсказывает сделать уклонки на правую руку. И он это делает. Все-таки это опыт, это класс. И смотри, Павел Ардышев не смог завершить. Непонятно, как сейчас все пойдет дальше, потому что функционально Павел здорово вымахался, я тебе скажу. Да, мы всегда отмечаем две ключевые составляющие поединков. Это психология и, соответственно, физическое состояние. Ардышев вымахался, но и, соответственно, далеко не в полном порядке Каримов. И вот здесь может выйти характер. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты правильно сказал про психологию. Знаешь, есть такой момент, очень часто встречается, и не только в видноборствах, а в спорте в целом. Когда ты за секунду до финиша, за секунду до победы буквально, и у тебя не получается это сделать. Психологически это многих бойцов выбивает из колеи, и очень сложно собраться дальше. Вот сейчас посмотрим, как с этим психологическим давлением справится Павел. Потому что я думаю, что Ислан пережил самые тяжелые моменты, которые могли быть уже в первом раунде. В принципе, удивить его во втором раунде и в третьем, я думаю, что особо нечем. Он уже был вот за секунду до, скажем так. Я думаю, что за 21 год профессиональной карьеры, что только не было в его жизни, и секунду до, и пять, и две минуты, и были яркие победы, и поражения сложные. В общем, сейчас очень интересный раунд и очень показательный раунд. Рефери дал перед началом раунда какие-то наставления Ислану. Я думаю, что он ему сказал, что очень большой урон Ислан принимает на себя. Если будет пассивная защита, он будет вынужден остановить поединок. Я думаю, что были такие указания со стороны рефери. Это абсолютно правильно. Опять начинает пропускать с джеба Каримов. Низко держит руки. Здесь под селезенку пропустил. Опять прижался вот в таком же положении. Да, видишь, своеобразная стойка у Ислама. Он отворачивает голову, подбородок к правому плечу. И, в принципе, все его лицо с левой стороны, где у него есть уже гематома над глазом, оно открыто. И надо отметить еще раз, что Павел здорово работает с дистанцией. Очередной джеб достает. В принципе, Ислам его провоцирует этим, но уже не успевает делать защиту. Ух, хороший бэкфист. Вяжется, вяжется сейчас Ислам Каримов. Но прилетало достаточно даже уже за первое мгновение раунда. Здесь серийно пытается работать Ислам, пока не совсем удачно. И опять, оказывается, прижатым к сетке Ардышев наступает. Самая большая проблема, когда Ислам идет назад, тогда у Павла все получается. Посмотри, как только Ислам идет вперед, я понимаю, что у него уже силы на исходе. Но как только он идет вперед, это доставляет определенные проблемы Павлу. Как только Ислам идет назад, Павел делает, ну, можно сказать, практически все, что он хочет. Он размеренно, видишь, разбивает по этажам. Да, потихонечку разбирает, но просто пролетели сейчас мимо друг друга вместе с ударами парни. Вновь протыкающий такой фронткик от Ардышева. Расстреливает он этим джебом и пытается по корпусу. И видно, что сбивает дыхание. И опять Александр Сидорин из угла заставляет, заставляет качать корпусом и давить вперед все время, идти вперед. Смещается очень хорошо Ардышев от наступательного порыва Ислама Каримова. Здесь что-то попадает. Клух получается. Хороший джеб. Очень хороший джеб. Причем с обеих рук Павел меняет стойки. И постоянно его джебы с передней руки достигают цели. Призывает его Ислам к себе. Конечно, конечно, Исламу нужно сокращать дистанцию. Его работа, по сути, только на взрывах, которые сейчас, собственно, демонстрируют. Переждать немножко шторм и обратно активизироваться и пойти вперед. Потому что в первом раунде шторм был слишком велик, понимаешь. И функционально после такого восстановиться крайне сложно. Хорошо опять по печени засаживает Карима. Посмотрите, как активизировался этот боец. Ничего себе. Я тебе могу сказать, что в исполнении Ислама Каримова это дух. Это дух. Только он заставляет его идти вперед, выкидывать эти серии и до сих пор стоять на ногах. Потому что колоссальный урон был принят на себя. Как бы ни случилось, как бы этот бой не завершился, показываете этого бойца молодым и демонстрируете в качестве примеров, который сейчас очень ярко себя показывает. Вот пусть одиночными, пусть очень редкими ударами, но очень здорово отстреливается. И какой локоть сейчас неожиданный от Ардышева. Постоянно, постоянно терроризирует эту ближнюю ногу с внутренней части. Кстати, меняет стойку Павел Ардышев. Чувствуется, что она прилетала. Не знаю, соглашусь с тобой или нет. Она прилетала лишь с первой секунды. Павел меняет стойки. То есть у него такая своеобразная манера ведения боя. То есть постоянно он меняет стойки. Иногда непонятно, под непонятными углами двигается. Поэтому не знаю, отбили ли ему ногу или просто это его гейк-план. Рубятся, рубятся и продолжают работать. Хорошая у Шира. Очень хорошая. Здорово в корпус попал Ислам Каримов. Здесь опять оказывается прижатым. Пытается навстречу попасть. Оба крутят вертушки. Не очень получается, честно говоря. Левая сторона лица у Ислама, конечно, приняла огромную. Ой, прекрасный удар по печени. Ну и Ардышев, кстати, стоит. Посмотрите. Как бы то ни было. Это характер. Это столкновение характера. В старой и молодой школе попал по печени. О, хорошее колено в прыжке. Ардышев очень опасен. Он даже на отходе назад выбивает Капу и мгновенно должен рефери вмешаться. Это секунда. Секунды, конечно, в пользу Ислама. Давай! Капа вылезла, может быть. Это отчасти хитрость. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Несколько секунд, там секунд семь-десять отдыха для себя. Ислам выбил. А отдых сейчас необходим. И начинает разбивать. Хайки. И два, и два держится Ислам Каримов. Какой опять тяжелый урон. Чудовищная серия прилетела от Ардышева. Концовка, конечно, безусловно, за Павлом. Я, честно, не понимаю, что заставляет Ислама Каримова стоять на ногах. Урон, который он тренял на себя. И он все еще идет вперед. Стоит на ногах. Отбивается. И он все еще опасен. Это старая школа, если честно, за этим приятно смотреть. Да, часто таких бойцов называют, как будто раненый медведь. Который, с одной стороны, уже очень сильно обессилел, но любое движение его лапой может снять скальп. Да, он все еще чертовски опасен. Останавливаются спортсмены. Ардышев бравирует немножечко, подходит на центр клетки. И таким образом, возможно, пытается оказать психологическое давление на своего оппонента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Победу ввиду снятия бойца секундантами одержал боец из красного угла Павел Ардышев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Машина красавчик, капитальный красавчик. Ну не без этого, конечно. Я когда челюсть сжимаю, такое чувство, как будто... Ну, столько выпускаете, Слава, слушаю. Нет, там мне вообще пофиг, но он хорошо бьет. Я опасаюсь за здоровье глаза, потому что все-таки зрение это не шутки, это не то, что там где-то сечка или еще что-то там такого страшного, как бы там ничего нету, а именно за глаз я, честно говоря, немножко испугался. Все-таки то, что я 9 лет как бы по МММ не дрался, все-таки они сказались, мне кажется, в этом бою. Как бы дистанция длинная, но не добил. Они как бы не на квартиру еще удары. Я как бы чувствую, что... Давай, давай, работай. Ну, молодец. Ну, молодой чего, блядем, без вариантов. И то уже на моменте подпросил чуть-чуть. Организаторы настояли на том, чтобы я съездил к врачу, показался. На самом деле, как бы правильно сделал, чтобы я ехал, потому что дальше можно было догадываться, какие могут быть последствия. Я закрываю глаза, когда я делаю. Я не могу смотреть. Как правильно, зачем вам это нужно? Ой, слушай. Ну, нам нельзя так говорить. Вам не надо? Нет, нам надо закрывать. Надо все время. Ну, да, ну, да. Вау. Сколько лет вы уже занимаетесь? Ну, в 99-м году занимаемся. Мои. Такого серьезного ничего нету. Да, там было временное потеря зрения во время боя, как бы на левый глаз. Но в целом все нормально. Вот единственное, вот сосуд, капилляры лопнули, как бы и глаз стал красный. По собранней. Почувствовал боль поясницы. Где у тебя поясница? Испукался? А, вот там. Вот здесь больно? Да, да. Так, ну давайте выпьем обезболивающую противоуспорительную. И желательно, конечно, на ПЭС сделать в идеале. И вообще нужно желательно отдохнуть, чтобы не тренироваться. Да, это надо реабилитировать. Когда позвоночник начинает тереть, появляется протрузия. У меня одна была протрузия, сейчас еще две вылезла. Арсений Яцинов против Мири Садыгова. Мири сейчас у доктора на МРТ. Он сегодня получил травму во время тренировки. Но по состоянию на данный момент бой состоится. Если что-то изменится, мы будем предупреждать. С Мири уже виделись на тренировках. Крепкий дядька такой взрослый. Ну, для меня взрослый, для кого-то там 25 лет нет. А у меня до сих пор в голове вот эта вот разница в возрасте. Меня начинает как-то там нагнетать там что-то. По поводу Мири у меня есть, ну, есть, да, маленькая заморочка, что он постарше меня. Ну, надеюсь, справлюсь с ней. Мири, братка. Здорово, ты как? Что со спиной? Потянулся просто, ну? Здорово. Ну, что там у тебя случилось? Потянули. Спину потянул? Не грыжа. А что, тебе плохо сейчас, болит? Позит, да? Угу. Таблетки я выпью, конечно. А без боли? В Мири вернулся, ну, немного подавленный, не в себе, наверное, эта ситуация выбила его из колеи. Плюс, ну, у него там достаточно сильные боли на обезболивающих. Теперь... Пару по пару это дело. Дали, да, с тобой? Да, да. А кого дали? Арсения. А, Арсения, да. Да. Ты вы с Арсением влюбился. В Мире в этот момент было, наверное, не до его соперника, или, может, он просто не показал, что там как-то взволнован или удивлен. Вот, его больше, наверное, волновало его собственное состояние. Давай, братан, поправляйся. Спасибо. Все-таки он сюда ехал за определенной целью, и, ну, обидно, наверное, вот так вот на равном месте, на обычной тренировке соскочить с такого проекта. У него травма спины, не знаю, как он становится. Я к нему даже, блин, не подошел, не спросил, что такое, как бы, чтобы не дергать его лишний раз. Ну, случилось, да, всякое бывает. Время-то еще есть. Это же не завтра мы делемся, да, там, не сегодня. Меняем уровень, на корпус переходим. Продолжаем. Все то же самое. Также продолжаем, сопровождаем парняра. Это не что. Это просто, это что, это что, это? Зайти и выйти, зайти и выйти. Арсений добрый, позитивный парень. Веселый, в общем. Такой, на своей волне, молодежный. Который у меня тоже, который я тоже понимаю. Крутой бой, сложный такой будет для него. Потому что Мире и парень такой крепкий. Собранный, духовитый. Со школы Александра Шлеменко, насколько я знаю. Ты ударник? Последний год больше на тайский бокс ходил. А, а до этого боролся? У меня получалась просто борьба, а стойку не чувствовал. А так нравится мне, что это. Как такового базового вида спорта у меня нет. Начинал я там грэплингом заниматься. Потом пришел на смешанное единоборство. И вот последний год занимался тайским боксом. Получается бороться, а хочется драться в стойке. Да? Зрелищные бои хочешь? Локти тема, да, скажи? Вот это всем нравится. Локти тема. У меня было такое, что я думал про деньги. Сколько я заработаю. Бонус, бонус, бонус. Как я его потрачу? И в итоге, с того, как попасть в голову, я был думать про бонус. Сеня, поднимай. Подбери таз под него. Так. Все. Аккуратно, без бросков, пацаны. Меня зовут Садыгов Мири, город Омск. Мне 25 лет. Родился я в Азербайджане. Бердинский район, село Ханараб. Это село даже на навигаторе нет. Пришел в секцию рукопашного боя. Там выполнил норматив мастера спорта. И все, там уже медали. Медали же дома кушать не буду. Надо деньги зарабатывать. Вот уже перешел в профессиональный спорт, чтобы кормить семью. Моя семья. Мама, сестра, жена, семь. Для меня мотивация – это деньги. Вот. Заработать денег. Я последнее отдам для семьи. Мне ничего не надо. Все. Поговорил с семьей, теперь я зарежу. Арсений, идем. У меня в углу будет Александр Сидорин. В углу я сам уверен. Ну, я знаю его уже. Бей по пузу, бей по пузу, Горяна. Бей, не бойся, бей, бей. Выше, выше, туда. Дай мне в сетку. Да, не пользуйся, простите, не пользуйся. Да. До конца, до конца. Работаем. Работай, работай, работай. Очень приятно было с ним, кстати, поработать. Так он тук-тук-тук. Вот здесь прибавь, тут прибавь, тут поувереннее. Тук-тук-тук. Мне очень понравилось. А теперь три, поехали, быстро. Оп-хоп-тук. Оп-хоп, не расслабляться, ручки собраны. Давай, давай, давай. Да, увереннее. Оп, да. Да, плотный ротчик и входи. Давай, давай, давай. Вот. Только не нокаутируйся у себя. Хорошо, да, и колено потом. Где апперкот? Да, вот так. Отлично. Синий, тыкался. Нормал? Отлично. По лапам давно не работал. Так понравилось. Ты выложился? Продолжаю выпадываться. Помимо спорта я учусь. Поступил я на кафедру тяжелой атлетики и боевых искусств. На теорию тучку бокса. Все говорят, вот в боях не надо думать. Надо думать. Просто есть вещи, о которых не нужно думать. Сейчас, на ближайшие три года, у меня есть цель закрепиться в ACA. Да помогут мне боги. Вот, все. Стой, стой. Ну, так он не перекатится. Ну, вот здесь упали. Вытаскиваешь локоть. Ставишь стопу на пол. Правой ноги. Да. И вытаскиваешь левую ногу. Окей? Окей. Давай. Мой угловой будет Юсуп Сагулаев. Вот он грамотный мужик. Думаю, во время боя что-нибудь подскажет такое, что зайдет. Ну, я сам, думающий, боец во время боя. Сам, как бы это, соображалка работает пока. Ну, если, конечно, он не скрывает своих навыков, он самый слабенький боец. Недооценишь его, да. И можно проиграть слабому. Поэтому надо выходить всегда заряженным. Просто самое главное всеми, именно поувереннее. В твоем моменте именно нужна уверенность просто. Потому что ты чуть-чуть эмоциируешь психологически. Где-то если даешь, то ты психологически. Все остальное, у тебя все в порядке. Понял? Все настроишь, все будет хорошо. Он меня вообще прочитал как книжку, как рентгеном просто, или как МРТ. Говорит, все у тебя нормально, ну, просто поувереннее. У меня там правда с этим проблемам бывают? Он говорит, как настроишься, так все и пойдет. Хотя я понимаю, что он очень крепкий физически. Потому что я с ним боролся разок. Он был очень сильный. Буду болеть, разумеется, за Мири. Я думаю, что он должен выиграть. Даже несмотря на проблемы со спиной, которые у него были. Я думаю, Мири фаворит. Скорее всего, в этом бою. Арсений молодой еще. Ментально не скажу, что прям сильный. Да, вперед, длинный. У Арсения тоже он неплохой. Он тоже готовился. Он хорошо пахал. Он в форме, в кондициях хороших. А насчет Мири, я не знаю. И мне тяжело что-то сказать. Мири был травмирован. Если у него травма, поясница опять его не схватит этот спазм. Бой должен пройти до конца. Увидел Есенин страх? Да, что я, какой-то убийца, что ли? Что там? Страх увидеть в глазах. Еще что-то. Не знаю, побаивается, нет. Что мне бояться? Четыре. Меньше двух минут. Меньше слов, больше дела. Господа, вы профессионалы. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. По затылку, по позвоночнику не работаем. Покажите красивый бой. Пожали руки по углам. Ну что ж, пришло время воевать. Арсению Яцинову и Мире Садыгову. Микрофона Роман Сафронов и Евгений Чеботков. Привет, привет. Готов, боец. Готов, боец. Время. Бой. Есть касание перчаток. Поехали. Мире Садыгов очень здорово выкручивает вертушку. И постоянно вот так нау. Какой очень тяжелый лоу-кик. А я, кстати, слышал, что как раз таки Арсений хорош в работе ногами. Пока что сразу Мире. Вот это прыжок. Неудачно очень прыгнул и отбивает, посмотрите, переднюю ногу. Постоянно выключает этими ударами. Пытается ответить Яцинов. Но как раз таки очень подвижно. И какая вертушка еще разок. Какой удар. Овалдеть. Это очень мощный удар. Меняет стойку намеренно Арсений Яцинов. Для того, чтобы сбежать еще раз справа туда залетает Мире Садыгов. Но пока Мире выглядит чрезвычайно уверенно. Просто пришел наказывать. Да, этот омский азербайджанец, который сейчас усаживает просто на пятую точку и едва-едва не догоняет апперкота. Ну, Арсений, определенно нужно что-то придумывать или менять тактику. Потому что если так будет продолжаться, то это будет продолжаться недолго. Да, увел он окончательно левую ногу назад. Перестроился в левшу, но очень неудобно. И теперь передняя правая нога страдает время от времени. Да, но правая, конечно, вряд ли правая сейчас приятно. Но видно сейчас на левой ноге, как будто даже какие-то гематобы уже образовались. Совершенно верно. Это и есть и продолжает ее отсушивать Мире Садыгов. И то, что не работает первым номером Яцинов, это для него сейчас скажется очень серьезно. Еще один лоу-кик чудовищный совершенно прилетает. Да, Мире, конечно, шутить тут не намеренно. Просто кровь, да, кажется, у Арсений. Да, слегка подразбит нос, не попадает он сейчас опять по левой ноге. Еще разок, очень плотно. Все тяжелее и тяжелее становится передвигаться Арсению. Машет оверхендом. Пытается отвечать Арсений Яцинов. Его проблема в том, что он не работает действительно сам, не работает первым номером. И Мире Садыгов абсолютно свободно действует. И вот сейчас опять... Пытался перехватить, да, он, кажется. Да, но, к сожалению, это только хуже сказалось. На нем есть попадание, очень тяжелое. Едва-едва стоит на ногах. И на левую невозможно практически опираться. Вот эта серия великолепная. Хорошо. Начал отвечать Яцинов. Опять вывел вперед левую ногу. И едва-едва не получил под нее лоу-кик. Будет обманывать на руках Садыгов и чередовать это. Хорошая серия. Бить самому надо. Да, подсказывают, что нужно бить самому. Я думаю, что это Арсений, в первую очередь, там носит... О, какой плотный удар. Да, жесткий апперкот прилетает в корпус. И жесткий лоу-кик. Едва-едва стоит на ногах Яцинов. Все тяжелее и тяжелее передвигаться ему. Теперь по корпусу связывает это с левым боковым. И, честно говоря, я думаю, что Мирик будет переводить ситуацию сразу же в борьбу. Но вообще не это он сегодня запланировал делать. Колено под ребра туда опять прилетает. Вот, собственно говоря. А вот, как в воду глядел Евгений Чеботков. Оказывается, сверху Мирик Садыгов. И вот в этом положении, наверное, все-таки есть время передохнуть. Обратите внимание. Какие следы от ударов. Да, чудовищно. И что с левой, что с правой. Одинаково абсолютно. Как будто паузу для себя сейчас берет Садыгов. Подышать. После очень активной первой части раунда. Да, интересно, кто сейчас заберет инициативу. Пытается за счет как раз-таки высоко поднятых ног. Ницинов работает из положения лежа. Высоко держит ноги для того, чтобы потенциально перейти на армбар. Но пока у него не получается. Очень жестко. Опять же, продолжает даже из этого положения заряжать Мири и по телу, и по голове. Локти, кстати, неплохие. Ты про татуировки? Да. Прижимает к себе Яцинов. Ух, это было тяжело. Да, невероятно. Такие резкие плотные удары локтем. Да, очень хорошо взрывается из этого положения Мири Садыгов. Начинает заряжать то слева, то справа. Он делает это очень редко, но вкладывается всем корпусом. И сразу же пытается нанести максимальный урон, который возможно. Пытается, в свою очередь, сейчас Яцинов вырваться. Бьет ответ, но очень хорошо вот так левой рукой оттягивает. И заряжает правым локтем в надежде на сечку. Потому что это очень сильно осложнит в целом видимость Мири Садыгов. Да, я вижу. Да, 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 да. И сейчас вот уже сигнал об окончании первого раунда. Наверное, сейчас нужно что-то срочно придумывать Арсению на последующие раунды. Потому что пока такая тактика не срабатывает. К сожалению, да. Вот сейчас мы смотрим повтор. Начал просто за здравие, что называется, Мири Садыгов. Потому что пока очень-очень тяжело проводить. Ну да, Мири, конечно, выглядит гораздо-гораздо увереннее. Посмотрим, что будет во втором. И опять под ближнюю ногу. Ничего не изобретает Мири Садыгов. Делает абсолютно все то же самое. Левый боковой мимо. Пытается достать при этом. Да, ответ. Лоу-кики уже начинают бросать Арсению. Может быть, он... Но, по-моему, такой размен сейчас точно ему не на руку. Потому что уже слишком как будто ноги пострадали в первом раунде. Контрит Арсений Яцинов на попытку лоу-кика или мидл-кика. Не совсем было понятно. И любопытная ситуация. Бьют по Яцинову, а болевые ощущения испытывает. Абсолютно. Я не могу. Просто у меня такая эмпатия невероятная. Мне кажется, у меня действительно я выйду. У меня синяки будут. И фантомные боли преследуют. Всю неделю. Нет, но это действительно удар мощнейший. Следы остаются просто страшные. Стал доставать Яцинов, тем не менее. И готов его встречать сейчас. Сейчас выжидательную позицию занял Мирисадыгов. И, возможно, это не очень хорошая тактика. Потому что локтем стал пробивать Яцинов. Добавил. И видно, что задышал, задышал сейчас Мирисадыгов. Очень любопытная ситуация. Да, чудовищные лоу-кики. Да, еле стоит на ногах Яцинов. Но посмотрите, как прибрал инициативу в руки. Да, может быть, еще все что угодно. Как будто может случиться сейчас в этом поединке. Надеется на единственный контр-панч. Мирисадыгов продолжает. Пока получать, к олене пошли. Попытка перевести. Ловко, да, очень забрал под колено. И усадил Арсений Яцинов и просто пережидает. А пережидает, потому что задышал. Ну, конечно, сейчас видно, как обоим бойцам тяжело. Да, я думаю, что видите, как отключает ногу, через которую, собственно, пытается встать. И вообще на нее полностью оперся. Еще и на ступню. Не очень приятные болевые ощущения всегда это доставляет. И контролирует корпус. Не дает никуда двигаться. Яцинов просто занял вжидательную позицию. Потому как рефери в таком случае должен поднимать. Но через правую ногу, по сетке, через правую руку. Попытка подняться. Скорого встает. Посмотрите, Яцинов из короткого расстояния локоть и колен. Да, Яцинов просто герой здесь сейчас. Это, конечно, очень круто было. Мертвый самурай. Не такой уж мертвый оказался. Выжил. Самурай выжил. Жестко получил. Продолжает держаться. И очень здорово попал в близкого расстояния. Галиле нельзя. Отпадает Сатыга. Остановлю. Собивание пошло. Все. Все. Я не ожидал этого вообще. Как это произошло сейчас? Фантастика. Я до последнего уверен, что все, в мире забрал. Обалдеть. Обалдеть. Арсений, браво. Невероятный поединок. Это невероятный исход, который ты меньше всего мог представить. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. Продолжение следует. Победу техническим нокаутом одержал боец из синего угла Арсений Яцинов. Братья мои. Богдан, Влад, Борис, это для вас. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Думаю, все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.